Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Сложные времена для американского доллара остались позади. Настало время неопределенности для другого актива – криптовалюты. Начало торгового дня прошло с понижением к сессионному минимуму до уровня 2240 долларов, однако уже сегодня котировка приближается к максимуму понедельника – выше уровня 2400 долларов. Как отмечают эксперты, участникам рынка стоит приготовиться к повышению волатильности торгов. На криптовалюты участники рынка смотрят по-разному. Одни выступают за то, чтобы оставить биткоин как безопасный актив в качестве альтернативы золоту, другие видят в криптовалюте будущее в виде платежного средства. На сегодня доллар США является самой востребованной валютой. Индекс американца постепенно растет и давит на своих конкурентов в преддверии выступления председателя ФРС Джанет Йеллен. Трейдеры уверены, что процентная ставка Федеральной резервной системы будет повышена в сентябре, а это станет причиной дорожания доллара США. Безопасные активы уйдут на второй план. Тем самым сценарий для дальнейшего движения золотых котировок практически предсказан. Котировка на желтый драгоценный металл снизится к минимумам. Биткоин также останется в стороне. Однако не стоит забывать, что на валютный рынок оказывает значительное влияние и геополитические факторы. Поэтому велика вероятность того, что многие инвесторы попросту убегут от рисков и обратятся к покупке биткоинов. Но не все так просто. Следует учитывать появление нового программного обеспечения для функционирования работы биткоина. Как отмечают аналитики, это станет стимулом к появлению двух версий биткоина в зависимости от вида майнинга. Трейдеры должны будут быстро взвесить все плюсы и минусы той или иной криптовалюты, что и приведет к росту волатильности.